Союз Советских Социалистических Республик был образован 30 декабря 1922 года. Это одно из крупнейших политических событий 20 века, которое изменило не только развитие России, но и повлияло на ход всемирной истории. СССР оставил после себя колоссальное наследие в области науки, техники, культуры и спорта. В Самарской области и сейчас работают промышленные предприятия, медицинские, образовательные и социально-культурные учреждения, созданные в период существования СССР. История отвела нашему Союзу не так много времени. В исторических понятиях 69 лет – это небольшой срок. Но это были очень яркие, ценно-направленные, устремленные годы. К юбилейной дате в Самарском дворце ветеранов подготовили историко-документальную выставку. На ней представлены архивные документы, плакаты, фотографии из фондов федеральных и областных архивов, а также предметы советской атрибутики из частных коллекций. Документы архивного фонда Российской Федерации Самарской области являются важнейшей источниковической базой для проведения исследований по данной теме. Мы уверены, что собранные в экспозиции архивные документы, фотографии имеют большую познавательную ценность и помогут узнать много нового о нашем регионе в советский период. В состав экспозиции вошли документы об образовании и распаде Советского Союза. Конституции Российской Советской Федеративной Социалистической Республики 1938 года Союза Советских Социалистических Республик 1977 года Тексты гимнов СССР Материалы о праздновании юбилеев СССР На выставке представлены первоисточники об истории индустриализации в Средневолжском крае, о развитии промышленности, сельского хозяйства, вкладе региона в победу в Великой Отечественной войне, культурных, научных, спортивных достижениях Куйбышевской области в советский период. Внимание посетителей привлекли фотографии куйбышевских пионеров, комсомольцев разных лет, повседневной трудовой жизни горожан, а также издания, посвященные истории Куйбышевской области. Многие фотографии и документы из архивных фондов продемонстрированы впервые. Вот эта выставка, которую мы сегодня открываем, она в нашем взаимодействии с архивом социально-политической истории уже четвертая. И надо сказать, что это уникальное взаимодействие, потому что архив – это учреждение, которое сохраняет историю. Самарский дворец ветеранов – это учреждение, которое способствует передаче настоящей истории, не переписанной, не скорректированной подрастающему коленю. Выставка мне очень понравилась. Были продемонстрированы очень уникальные материалы. Я прям прониклась той эпохой, тем временем. На самом деле, очень интересное название страны, которых нет на карте, но ее вот дух, он витал именно здесь. Мне очень понравилось. Посетителей ждала экскурсия. Прозвучали песни советских композиторов в исполнении вокального ансамбля «Дольче». Выставка будет работать до 28 февраля с 9 утра до 16.30 по будням. Для посетителей доступна аудиоэкскурсия с использованием QR-кодов на стендах. Андрей Горгуленко. События.